Телеканал КРТ представляет. А конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина. Господин Богуш предполагает, что коронавирус был разработан в научном центре вирусологии «Вектор» в Наукограде Кольцова около Новосибирска. Эксперт считает, что возможным началом распространения коронавируса COVID-19 в качестве бактериологического оружия были Всемирные военные игры в октябре 2019 года в китайском городе Ухань. На этих играх присутствовали команды разных стран мира, в том числе США и Российской Федерации. Богуш предположил, что перед началом бактериологической военной операции в Российской Федерации была разработана вакцина на случай эпидемии на территории Российской Федерации. По смоделированному экспертам сценарию, пандемия коронавируса распространяется бешеными темпами. В частности, во время эпидемии в Китае специальные диверсионные группы Российской Федерации начинают заражать и управлять интенсивностью распространения COVID-19 в разных странах. «Впоследствии Российская Федерация помогает разным странам мира и первой якобы изобретает вакцину». Цитата. «Эта помощь после преодоления пандемии приводит к снятию санкций с Российской Федерации и восстановлению авторитета Российской Федерации и Владимира Путина лично в мире». Конец цитаты. От себя добавлю, что, к сожалению, западный мир по-прежнему глух к нашим непогрешимым Кассандрам, предпочитая служить собственных пророков. Так, сравнительно независимый от либерального фонда Билла и Мелинды Гейтс Project Syndicate, 6 апреля предоставил слово выдающемуся экономисту современности Дэнни Родрику. Этому американо-турецкому ученому принадлежит формулировка знаменитого парадокса Родрика или парадокса глобализации. Согласно Родрику, так называемая трилемма глобализации предполагает наличие конфликта между демократией, экономической глобализацией и неограниченной автономией или суверенитетом государств. И сосуществование этих трех целей политики на уровне национального государства невозможно. В материале «Ковид-19 радикально изменит мир?» Дэнни Родрик дает отрицательный ответ на вынесенный в заголовок вопрос. Но не потому, что мир вернется в некое равновесие, а наоборот, мир продолжит свое движение в сторону от привычного уклада. Цитата. позволила бы снизить издержки пандемии. А те, кто стремится к укреплению национальных государств, начнут указывать на множество примеров, когда ВОЗ явно ошибалась в борьбе с пандемией. Если говорить кратко, «Ковид-19», наверное, не изменит. И уж тем более не повернет вспять тенденции, которые появились до кризиса. Неолиберализм продолжит медленно умирать. Авторитарные популисты будут становиться еще более авторитарными. Гиперглобализация будет по-прежнему в обороне, а национальные государства будут возвращать в себе политические позиции. Китай и Соединенные Штаты будут и дальше двигаться по пути к столкновению. А внутри национальных государств борьба между олигархами, авторитарными популистами и либеральными интернационалистами будет нарастать, пока левые с трудом пытаются разработать программу, привлекательную для большинства избирателей. Конец цитаты. Немного ранее, 1 апреля, влиятельнейший немецкий Дершпигель взял интервью у знаменитого немецкого социолога Армина Анассехи под весьма характерным заголовком «Сейчас происходит то, о чем мы всегда говорили. Этого не может быть». В интервью очень много места посвящено социологическим и психологическим вопросам карантина. Но под конец журналист начал задавать прямые вопросы и получать на них прямые ответы. Так, на вполне ожидаемый вопрос «Видите ли вы различия в реакции на кризис между нашим открытым обществом и коммунистической системой» был получен неожиданный ответ. Цитата. «Должен признаться, сначала я думал, что в Китае проще ввести принудительные меры, потому что тамошнее общество намного более консолидировано. Поведение, например, премьер-министра Баварии Зёдера разительно отличается от действий коммунистической партии. Тем не менее, как оказалось, ввести решительные ограничения не так уж и сложно. Наверное, нам нужно забыть наше зазнайство. Мы всегда предполагаем, что другие должны учиться у нас. Но, возможно, сейчас нужно действовать как раз наоборот». И в завершении Армин Насехи высказался по поводу сильного национального государства. «Тот, кто думал, что государство не так важно, видит сейчас, что во время серьезных кризисов общество без государства и без поддерживаемых государством инфраструктур не способно выжить. Интересно наблюдать за возвращением национального государства, а не Европы. Европа в этом кризисе пока проявляет себя довольно слабо. Я не вижу, чтобы Европа чем-то сильно помогла итальянцам в эти тяжелые времена. Структуры национального государства оказались в этой ситуации более сильными, чем межнациональные». Более подробно на тему вызовов, которые несет пандемия коронавируса европейскому единству, мы поговорим с директором Института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. Первый вопрос, почему центральные органы Евросоюза не смогли оперативно отреагировать на эпидемию? Ведь, казалось бы, общеевропейская проблема – звездный час для евробюрократии. Да, безусловно, реагирует европейская бюрократия, подчеркну, как всегда, с определенным запаздыванием. Почему это происходит? Дело в том, что к началу этой эпидемии Европейский Союз уже подошел, и общеевропейские структуры уже подошли в состояние обострившихся противоречий. Что имеется в виду? В связи с Брекзитом, по понятным причинам, сократилась располагаемая сумма в бюджете Европейского Союза. Взносы Великобритании ежегодно – порядка 16,5 миллиардов евро. Вот, соответственно, необходимо было эти выпадающие доходы бюджетные определенным образом заместить. И вот здесь уже где-то с конца 2018-го, начала 2019-го года, когда началось обсуждение финансовой рамки Европейского Союза большой семилетней, вот тут уже и начались проблемы. Франция хотела больше инвестиций европейских в армию, Германия хотела больше европейских денег на экологию, естественно, восточноевропейские государства хотели больше европейских денег на политику выравнивания, на политику сплочения. Соответственно, вот эти противоречия, они блокировали совместные действия и усложняют, до сих пор уже не принято, это большая бюджетная рамка. Соответственно, европейские структуры, работающие по принципу консенсуса, когда необходимо достичь согласия всех, они традиционно запаздывают в этом смысле. И в вопросах выделения общеевропейской помощи, первым, конечно, сработал Европейский Центробанк, объявил о программе выкупа, расширил программу выкупа активов до 750 миллиардов евро. И это, конечно, на сегодняшний день очень серьезно помогает, скажем так, правительствам Европы с размещением своих облигаций, да. И спасает определенным образом рынки финансовые европейские от коллапса. А что касается, собственно, программ на уровне Европейской комиссии, то было принято три решения. Выделение из экстренных фондов 37 миллиардов евро на помощь странам наиболее пострадавшим, туда входит и помощь бизнесу, и, так сказать, помощь населению. 800 миллионов евро выделили на медицину и приняли решение, так сказать, пересмотреть некие правила общеевропейские, введенные для авиационных компаний, для того, чтобы они не терпели убытки на этот период. Конечно же, этого мало. Но здесь европейские лидеры не могут, очевидно, опять договориться о механике совместных действий по преодолению кризиса. Рассматриваются два варианта. Первый – это задействование европейского стабилизационного механизма ЕСМ емкостью более 400 миллиардов евро. И второй механизм – выпуск совместных европейских облигаций, на чем настаивает ЮГ. Вот смотрите, сейчас, вот это два очень важных вопроса, я как раз хотел по обоим пройтись. Ну вот сегодня утром стало известно, что не договорились они по вот этой сумме, которая там ближе к 500 миллиардам евро, так сказать, не смогли достичь договоренности. Ну, сказали, но зато продвинулись к ней. Да, у них уже было несколько раундов. Первый раунд по совместным мерам был в марте, в конце марта, ну, 26-го числа. Вот, потом заседание министров финансов состоялось вот совершенно недавно. Они не могут договориться, почему. Потому что здесь есть вопрос, каким образом, даже не распределять деньги, а каким образом, так сказать, кто будет нести ответственность за них. Вот европейский стабилизационный механизм, там квотный принцип внесения средств, да, вот, он частично наполняется деньгами из бюджета Европейского Союза, а частично по квотному принципу его наполняют каждая страна. А вот выпуски европейских облигаций, на чем настаивает Юг, это появление некого инструмента финансового, за который консолидировано будут отвечать и Германия, и Франция, и Греция, и Литва с Латвией. Соответственно, для Германии, Нидерландов, там, и, по-моему, Австрии, если я не ошибаюсь, такой вариант развития событий неприемлем. Почему? Они не доверяют своим коллегам по Европейскому Союзу в части соблюдения их бюджетных правил. Они боятся, что страны Юга, которые, ну, в частности, Италия, которые до сих пор не могут привести, и сейчас уже вряд ли от них это можно ожидать, привести свои, так сказать, дефициты бюджета к разумному значению, к масс-трихских критериям не больше 3%. Да, соответственно, им кажется, что они будут за все это платить, когда придет время погашать общие европейские облигации, основная тяжесть выплат ляжет на страны Севера. Поэтому по этому механизму они договориться до сих пор не могут. Ну, извините, я перебью, но логика своя есть, ведь эти же облигации будут идти по какому-то высшему там ААА рейтингу. Но мы же понимаем, что у стран Юга нет такого рейтинга. Ну, вы понимаете, сейчас, когда Европейский Центробанк фактически монетизирует весь долг, ну, такой проблемы пока, по крайней мере, нет. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, достаточно сложно сказать, но проблема с платежеспособностью стран, в принципе, с Севером оценивается достаточно объективно. Смотрите, какая ситуация. Европейский Союз, надо посмотреть, с чем столкнулась сейчас Европа и вообще мир, так сказать, развитой. Карантин отправил, так сказать, произвел остановку всего сектора услуг. Ну, понятно, там и туризма, и даже финансовых услуг отчасти, да. А это порядка 70% в структуре ВВП Европейского Союза. Причем, чем более сложные экономики, тем выше там доля сектора услуг. Вот этот сектор услуг замер. И замер он и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе он замер. Соответственно, это огромные проблемы с безработицей, это огромные проблемы с наполнением бюджета. И теперь вопрос платежеспособности и устойчивости экономической. Это будет большая проблема. Насколько успешно, будут ли так же, вернее, успешно ее решать, предположим, в Италии и, предположим, в Германии, какая будет разница в эффективности. Сейчас это один из серьезных вопросов. Благодарю вас, Святослав. У нас в эфире был директор Института Новая Украина, Святослав Денисенко. Спасибо большое.